В прошлый раз мы с вами разбирали циклы и функции. Если посмотреть список созданных циклом пользователей, можно заметить ошибку. У всех пользователей оболочкой является bash, хотя так должно быть только у определенных пользователей. Оболочка в нашем скрипте задается переменной shell и значение по умолчанию noLogin. При выполнении цикла запускается функция createUser, где есть условие, что если группой является IT или Security, указать значение переменной shell bash. Функция у нас выполнится, создастся один пользователь, а при итерации значение переменной так и останется bash. Собственно, поэтому у всех пользователей оболочкой остался bash. Чтобы решить эту проблему, мы можем занести переменную shell в начало функции, чтобы при каждой итерации переменная получала значение noLogin. Также давайте поправим вручную указанный путь к файлу с пользователями. Заменим его на переменную. Касательно списка пользователей. В прошлый раз мы создали максимально простой файл. Там были логины пользователей и группы, что легко было использовать в нашем скрипте. Но не всегда данные так хорошо подстроены под нас. Вряд ли какой HR будет присылать нам файл в таком виде. Да и в большинстве реальных задач у нас есть файлы с большим количеством информации. И вам нужно из этих файлов достать только нужное. Это чуть сложнее автоматизировать, но довольно увлекательно. В целом это называется парсингом. Когда мы берем данные, структурируем их, чтобы в дальнейшем эти данные можно было использовать для других задач. Для примера я подготовил excel файл со списком пользователей. Такой файл не прочтешь в командной строке, так как это не просто текстовой файл. Но зачастую есть инструменты, которые позволяют превратить нечитаемые файлы в более подходящие форматы. Форматов много, ситуации разные, все я вам показать не смогу. Но с помощью гугла вы сможете найти многие решения. Давайте рассмотрим наш вариант. Итак, у нас есть excel таблица. Когда речь о каких-то таблицах, обычно стоит пробовать превратить файл в csv-формат. Это умеет делать, допустим, LibreOffice, свободный офисный пакет программ. Команда у нас такая, хотя можно найти и установить более легкие альтернативы. Теперь посмотрим полученный результат. Как видите, получился обычный текстовой файл. При этом это таблица, в которой делителем выступает запятая. Получить данные отсюда будет гораздо проще. Итак, основа работы с таблицами. У таблицы есть две составляющие – столбцы и строки. Зачастую в столбце у нас списки, а в столбике – данные по определенному объекту. Например, второй столбец – это список имен, а вторая строка – вся информация про одного пользователя. Мы уже знаем команду cut, чтобы брать данные по столбцам. Тут у нас делителем выступает запятая. Допустим, выведем список всех департаментов. Добавим еще информации о пользователях. Но первая строчка нам не очень нужна и скорее будет мешать, поэтому нужно как-то начать со второй. Вспоминаем команду tail. Там есть опция N, чтобы считывать с определенной строчки. Вот, собственно, это наши будущие пользователи и группы. Но для начала эту информацию надо превратить в более удобный вид. Например, посмотрим на департаменты. Все они содержат заглавные буквы. Мы знаем, что Linux – система регистрозависимая. У нас уже есть группа IT, но команда group add IT создаст абсолютно другую группу, чего нам не нужно. Для удобства лучше держать все логины и группы в строчных буквах. То есть, мне нужно преобразовать все заглавные буквы в строчные. Для этого мы можем использовать команду tr – translate. С помощью этой команды мы можем одни символы преобразовать в другие, удалять какие-то символы и в целом много всего интересного. Например, заменим O на 0. Или заменим пробел на символ переноса строки. Заменим все строчные буквы на заглавные. Или наоборот. Хотя есть более правильный способ это сделать. Более правильный, потому что не во всех локалях буквы A и Z – первая и последняя соответственно. Ну да ладно, вернемся к нашей задаче. Превратим все заглавные буквы в строчные. Ну и для удобства можем все запятые заменить на пробелы. Сохраним это в переменной. Обратите внимание, если просто писать echo users, то bash подставляет значение переменной в строку, при этом используя переменную ifs, где разделителем является сначала пробел, потом табуляция и только потом перевод строки. Поэтому у нас эти четыре строки начали разделяться пробелом, а не переводом строки. Это легко решить, если взять переменную в кавычки. Итак, у нас есть переменная, в которой содержится имя, фамилия и группа пользователя. Зачастую в компаниях логин пользователя представляет из себя комбинацию имени и фамилии. Сделаем так, чтобы логин начинался с первой буквы имени, потом точка, а затем фамилия. Например, b.vn. У нас в скрипте уже есть цикл, который построчно считывает список. Поэтому для теста используем одну из строк. Итак, для получения первой буквы имени все также используем cut, но с опцией c1, первый символ. Для получения фамилии cut с делителем в виде пробела. Теперь объединим выводы этих команд с помощью echo. Можно было бы предварительно превратить выводы команд в переменные, а уже потом объединять. Но в целом, команда не такая сложная, да и хэд тут лишний. В конечном счете, мы будем работать с каждой строкой отдельно. Итак, логин мы получили, группа и так в доступном виде. Теперь давайте добавим это в наш скрипт. Скопируем команду для получения списка пользователей. Заменим в скрипте catFile на эту команду. Заменим users.csv переменный файл. Скопируем команду для получения логина пользователя и вставим как значение переменной user. Заменим переменную users на line и уберем head. Заменим значение переменной group. Итак, вроде переменные user и group должны получить свои значения. Остальные команды трогать не нужно. Разве что заменим значение переменной файл. Вы по желанию можете добавить, чтобы excel файл конвертировался при запуске скрипта. А пока скопируем сам файл. Давайте протестируем. Как видите, все пользователи создались. Группы соответствующие, оболочки тоже. Но задумайтесь вот о чем. Если мы генерируем логины на основе имени и фамилии, в компании могут появиться тезки, однофамильцы, какая-нибудь Clara Kent. Наш скрипт это проигнорирует, а команда user add откажется создавать пользователя, так как такой логин уже есть. Поэтому такое вам задание. Сделайте так, чтобы скрипт определял, есть ли уже такой логин. И в случае чего логин второго пользователя был немного другим. Допустим, полное имя и фамилия. Либо какое-то число в конце. Скорее всего, вы будете определять по списку текущих пользователей. Наверняка вы обратитесь к файлу passwd. Будете использовать cat и grep. Но такого grep может не хватить. Обратите внимание, я ищу пользователя user1. Такого пользователя нет, но grep все равно выдал мне результат. А скрипту главный результат. Grep ищет соответствие. И все результаты содержат в себе user1. Мне нужно как-то сказать grep, что строчка в выводе должна заканчиваться на user1. Для этого я могу использовать символ $ в конце искомой строки. То есть grep.user1.$. теперь он ничего не нашел. Но попробуем найти просто user. Как видите, опять несоответствие. Есть некий RPC user, в нем содержится слово user и оно заканчивается на него. Теперь мне нужно указать, чтобы строка начиналась на user. Для этого можно использовать этот символ. Он называется карет. Указывая его перед выражением, мы говорим grep, что строка должна начинаться на эти символы. Итак, указывая карет перед выражением, а $ в конце, мы говорим grep, что строка должна начинаться и заканчивается на слове user. Таким образом, с помощью карет из знака доллара мы использовали так называемые регулярные выражения. Это специальный язык, с помощью которого мы можем более гибко работать с текстом. Регулярных выражений много, их можно применять по-разному. Это большая тема, которую мы разберем в другой раз. Подводя итоги, сегодня мы с вами взяли excel файл, вытянули оттуда данные, преобразовали эти данные в нужный нам вид и использовали в нашем скрипте.